Мы сравнили белую фасоль и горох, чтобы выяснить, что питательнее и полезнее. Внимание на экран. Все таблицы составлены из расчета на 100 грамм сухого продукта, а данные взяты из международной базы нутриентов UCDA. Первая таблица показывает, что по белкам, жирам и углеводам фасоль и горох одинаковы. При этом 21 грамм белка в 100 граммах продукта говорит о том, что фасоль и горох – отличный источник растительного белка. Принято считать, что растительный белок уступает животному, но это некорректная информация. Я проверил несколько авторитетных исследований и пришел к выводу, что усвояемость растительного белка колеблется от 60 до 95% в зависимости от его вида и прочих факторов. Биодоступность зерновых действительно может быть низкой – около 40-60%, но у бобовых – от 80 до 95%, это даже больше, чем у мяса. Так что есть много видов растительного белка и у каждого вида своя биодоступность. В нашем случае белок фасоли и гороха имеют хорошую биодоступность. Следующая таблица – жиры. Известно, что фасоль и горох содержат мало жиров, но для успокоения совести посмотрим и сами убедимся в этом. Действительно омега-3 и омега-6 присутствуют, но в мизерном количестве. Следующая таблица – основная витамины и минералы в 100 граммах продукта. Цифры справа – это процент от рекомендованной суточной нормы для взрослого человека среднего возраста. В целом фасоли и горох имеют много полезных веществ. Сложно выделить лидера, поэтому правильно рассматривать конкретные витамины и минералы, которые вам нужны больше других. Имеется в виду случай, когда у человека наблюдается дефицит по одному или нескольким позициям. Ну, например, горох содержит 38% биотина, в то время как фасоль всего 1%. При этом фасоль содержит в 2 раза больше селена и йода. В общем, смысл понятен. Теперь посмотрим на аминокислотный профиль, чтобы определить, могут ли данные продукты полноценно заменить мясо. Мы можем видеть, что фасоль и горох содержат все необходимые для человека аминокислоты, в том числе незаменимые аминокислоты, притом в нормальном количестве. Вот почему гороховый протеин успешно используют в нутрициологии для набора или поддержки мышечной массы. Приведенные таблицы доказывают, что по питательности фасоли и горох ненамного уступают мясу. Более того, из-за клетчатки имеют даже преимущество, так как очищают кишечник от так называемых шлаков и токсинов. И, что немаловажно, не закисляют организм, как, например, мясо. Единственный отрицательный момент – это при расщеплении пищевых волокон фасоли и гороха в кишечнике образуются газы, что может стать причиной вздутия живота. Но решение есть. Если замочить фасоль или горох в холодной воде на ночь, то за счет первичного расщепления неперевариваемых сахаров данная проблема после приготовления продукта исчезает. Время приготовления фасоли и гороха в таком случае уменьшается. А что, по вашему мнению, полезнее фасоль или горох, не стесняйтесь оставить комментарий.